Привет, друзья! Был такой профессор Спиркин, даже у него учебник был такой в советское время, по философии. Значит, рассказывали, он приходил на лекцию, считайте, что у меня тоже сегодня лекция, потому что интересная вещь, скажем. Приходил на лекцию и вынимал свечу из кармана. Да, свечу и говорил, вожжем огонь. Я по этому картину тоже свою покажу. Вожжем огонь. Ну, знание имеется в виду. И он сам, посмотрите, как здесь красиво сделано, да? Вожжем, а личико какое, ой, какое светлое личико, да, прямо восхищенное такое. Вожжем огонь. Короче говоря, этот Спиркин философ. Очень знаменитый философ, ну, учебник его по философии, все же знали. И вот этот профессор Спиркин, после того, как он заканчивал лекцию, погасим огонь. И опять прятал, значит, в карман пиджака, в костюме, эту свечу. И ходил он без носок. Потому что ему так как бы представлялось, ну, я не знаю его философии в этом отношении, что он связан со Вселенной, и может, у него просто проблема какая-то с ножками была. Не знаю. Ну, как всегда бывает же, ну, нашелся кто-то, кто стукнул. Стукнул, значит, то ли студент, то ли кто-то из коллег, и его вызвал ректор. Не знаю, что он там говорил, но, по всей видимости, ректор приказал ему носить носки. Ну, я что хотел сказать. Вот я задумывался над тем, что такое понимание. Вот я вчера рассказывал, и позавчера рассказывал про дробный сон. Когда время от времени туда заходишь с какой-то задачей, и там получаешь ответы, потому что ты там проходишь через ноль, обнуляешься, все шаблоны, стереотипы, страхи сбрасываешь. И с этой же задачей, с этим вопросом, когда заходишь, ты уже, как говорится, без груза, страха и всего прочего, и ты приходишь к истине. Да, я рассказывал. Потом я рассказывал в ролике о том, что высыпаться надо, чтобы много было сил, чтобы вы вот, когда и это делаете в другой раз, у вас были ресурсы, чтобы у вас было вдохновение, потому что это энергия. Когда энергия свободная от затрат на выживание, я говорил, она освобожденная идет на созидание. Ну вот я это говорил, а еще раньше я говорил о том, что вот у художника Сальвадор Дали, его научил капуцин ключ держать металлический, и он задремывал, задремывал в кресле. И там медный тазик и металлический ключ, когда он засыпал, падал, звенел, и он просыпался. И он там рисовал свои шедевры. Почему у него-то и не было, как бы, таких вот стереотипных, шаблонных вещей. Какие-то были проникновенные вещи в какой-то мир его, так сказать, представления, отличающиеся от обычных художников, которые стандартно рисуют. Ну вы можете себе представить, что только вчера ночью, когда и вдруг мне позвонил кто-то, и меня, я выскочил из сна, вдруг вот эти пазлы соединились. Я вам просто примеры привожу, что, казалось бы, далекие друг от друга вещи, вдруг у меня прошло понимание, что в основе дробного сна, когда вас звонками, или вы сами себе задаете, чтобы заснуть, проснуться, заснуть, проснуться, и в основе вот этого же самого Сальвадор Дали, который с ключом задремывал в кресле, ведь это же одно и то же. А почему я раньше не понимал? Почему эти опыты мои, где-то я понимал в этих пазлах, а вдруг они сошлись в единое целое? Я понял. Инсайт, озарение. Я понял. И я еще понял вместе с этим то, что вы то, о чем вы постоянно думаете. А чтобы понять, о чем вы постоянно думаете, надо вообще-то задуматься, потому что вы не всегда знаете, о чем вы постоянно думаете, потому что ваше внимание все время загружено решением самых различных проблем. Даже если вы мыслитель, вы думаете то об одном, то о другом, и оказывается я понял, знаете еще что? И вы со мной согласитесь, потому что человек свободный от страха комплексов стереотипов, только в русле размышлений, в своем предназначении природном, в своих талантах, потому что там ему помогает природа. А во всех остальных делах ему надо приспосабливаться, тратить энергию на выживание, потому что сильно напрягаться, энергия идет при напряжении, расходуется. А там вы свободны. Поэтому я могу сформулировать фразу. Вы свободны там, где вы в своем предназначении. Вы то, о чем вы постоянно думаете. Какие глобальные фразы, да? А вот такими примерами надо их как бы разворачивать. Ну что, друзья, погасим свечу. Погасим свечу. Да. Ну я хожу, в отличие от Спиркина, нет, я тоже без носов хожу. У меня тапки такие, и дочка с Эйлой мне купила тапочки, тапочки войлочные, такие красивые, я бы вам показал, но, по-моему, не стоит, потому что лекция серьезная. А то кто-нибудь еще стукнет. Ну, до встречи. Вебинар будет через неделю. Завтра, то есть в следующем ролике, я объявлю, как открывается мышление Вселенная, помогающая вам решать ваши вопросы. Как это происходило у Бонапарта Наполеона. Во время войны он там на 15 минут засыпался, просыпался и решался по-другому, и поворачивал исход битвы на победу. И как это делал, то же самое в полусне, находил ответы на свои вопросы. Великий изобретатель электричества, как же его зовут? Ну, вы мне подскажете. У нас же много хороших слушателей нашей школы, человек будущего, Homo Futurus. И вот поэтому я люблю заниматься с изобретателями, потому что на самом деле изобретатели это люди, которые открывают какие-то истины в полусне. Там, где соединяется обычное состояние бодрствования, где много доминантов, соединяется с состоянием сна, то есть реальное с нереальным. Там, где нет шаблонов. Ну, вот этот переход между ними и трансом, где он сильно сосредоточен какой-то, зафиксирован в какой-то задаче в трансе, ну, одна доминанта там. Вот этот переход обеспечивается нулем. Вот это и есть полусонное состояние. Вы вспомните сейчас сразу, да? Вспомните. Шульц, вспомните, поза кучера. Сидит поза кучера, потому что он взял эту позу на дрожжах, кучер сидит в полусне, едет, покачивается и размышляет. И он взял эту позу кучера для своего аутотренинга в 30-е годы, который создал. И говорил, хочу создать систему, которая не зависит от гипнотизера. я вам скажу в следующем ролике, о чем я все время думаю. Я вам скажу и надеюсь, никто не стукнет. Я это уверен, я просто пошутил. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,